Всем привет! Меня зовут Лена и вы на канале магазина kugasamokat.ru Официального представителя электросамокатов KUGA в России. В этом видео я хочу подробно рассказать о самокате KUGA M4 Pro от завода G-Long. Это единственный завод, который официально может производить электросамокаты под брендом KUGA. Перед нами версия M4 Pro в сером цвете с аккумулятором на 17 Ач. Также бывает версия на 13 Ач. А никаких 15, 16 и 18 Ач G-Long на данный момент не делает. Убедиться в оригинальности самоката можно по золотым голографическим наклейкам на мотор-колесе и гравировке серийного номера. В комплекте с самокатом идет сидение для него, набор инструментов, два бренка для сигнализации, зарядное устройство на 2 Ампера и гарантийный талон и руководство пользователя на русском языке. KUGA серии M – это довольно тяжелые и мощные самокаты для активных поездок как по городу, так и за его пределами. Мотор-колесо мощностью 500 Вт разгоняет его до 45 км в час. Оно, кстати, находится не спереди, как у большинства легких моделей, а сзади, что имеет ряд преимуществ. Так как у самоката большая часть нагрузки приходится на заднюю ось, то заднеприводный самокат будет легче управляться, лучше входить в повороты и лучше взбираться в горку. У самоката два дисковых тормоза – спереди и сзади. Диски имеют перфорацию, которая снижает нагрев и улучшает торможение. Но нужно следить, чтобы они не покрывались грязью и песком. Это будет приводить к быстрому износу. В некоторых обзорах я слышала, что тормозная система у М4 Pro рекуперативная, но с механическими дисковыми тормозами это просто невозможно. У версии с батареей на 17 Ач максимальный пробег может доходить до 50 км. У версии с батареей 13 Ач – около 40. Но, конечно, нужно учитывать характер езды, окружающую температуру и вес райдера. А выдерживать он может нагрузку до 160 кг. На нем можно спокойно кататься не только по асфальту, но и по грунтовым дорожкам и гравию. Благодаря большим 10-дюймовым надувным колесам клиренс самоката составляет 13,5 см. И он спокойно может преодолевать любые неровности, лежачие полицейские и бордюры. Два пружинных амортизатора спереди, два сзади и один под седлом значительно смягчают неровности. Так что даже на плитке и брусчатке легко будет удержать руль и не потерять управление. Кстати, несмотря на то, что сидушка у самоката довольно широкая, мягкая и удобная, не все любят кататься сидя. Так что отдельный плюсик заводу за то, что предусмотрели возможность полностью убрать сиденья. Мне лично нравятся задний стоп-сигнал и поворотники. Выглядит довольно стильно. Также по бокам деки есть разноцветная диодная подсветка. А вот передняя фара, хоть и достаточно яркая, но из-за низкого расположения освещает не очень большой участок дороги. Жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются основные параметры. Заряд батареи, скорость, пробег, вольтаж или ампераж и выбранный режим скорости, который можно переключать кнопкой мод. Также в настройках можно ограничить максимальную мощность двигателя. Например, если вы хотите дать покататься ребенку или экономить заряд батареи. Как я уже говорила, в комплекте с самокатом идет два брелка с противоугонной системой. Сигнализация сработает при малейшем механическом воздействии или попытке включить самокат. Он сразу же начнет издавать громкий звук и заблокирует мотор-колесо. Но все же лучше дополнительно приобрести тросик, так как самокат все еще можно унести в руках или положить в багажник автомобиля. Для удобной транспортировки и хранения у самоката есть складной механизм. Рулевая стойка и сиденья складываются к деке. Но в грязную погоду есть вероятность испачкать об нее сидушку. Да и для перевозки, например, в метро, компактным его уже не назовешь. Его собственный вес 24 кг, а у модели с аккумулятором 13 Ач на килограмм меньше. Чем сложнее устройство любого оборудования, тем больше внимания следует уделять техническому обслуживанию. Перед первой поездкой обязательно убедитесь, что все болты хорошо затянуты, проверьте давление в шинах и настройте тормозную систему. И не забудьте о гидроизоляции батарейного отсека и элементов управления. Хоть сама батарея и находится в достаточно герметичном кожухе, но провода, идущие к ней и к контроллеру, абсолютно ничем не защищены и подвергнутся коррозии при малейшем попадании влаги. А в случае замыкания ремонт может обойтись недешево. Можно, конечно, попробовать заизолировать все самостоятельно, но учтите, что в таком случае вы лишаетесь гарантии на эти агрегаты. Также вы можете воспользоваться дополнительной услугой гидроизоляции в нашем магазине. Помимо этого, вы можете своими глазами посмотреть все модели самокатов KUGA, убедиться в их оригинальности и качестве сборки, и даже попробовать покататься перед покупкой. В следующем ролике смотрите тест-драйв и сравнение KUGA M4 и M4 Pro. Ставьте лайки, если это видео было полезным, и пишите в комментариях, на какие модели хотели бы увидеть обзор. А с вами была я, Лена, и магазин KUGA Samokat. Субтитры создавал DimaTorzok